Добрый день! Рад приветствовать на канале Клуба друзей Белинки всех слушающих, всех читающих, всех интересующихся литературой. Меня зовут Владимир Зайцев, историк, юрист. И перед тем, как мы озвучим сегодняшнего автора и сегодняшнее его произведение, я бы хотел вас попросить поставить лайк этому видео, подписаться на канал, порекомендовать это и другие видео своим друзьям для того, чтобы большее количество людей посмотрело наши передачи, прониклось идеей, полюбило нашу дорогую и родную Белинку и вернулось к теме самой читающей нации в мире, которой мы когда-то были. А сегодня наша краткая беседа будет посвящена удивительному человеку, философу, социологу, логику, ученому, писателю, художнику, совершенно невероятному человеку с фантастической биографией, безусловно скандальному, безусловно талантливому и интересному, Александру Зиновьеву. На самом деле, если не интересоваться историей советской науки, историей философской мысли, прежде всего, в Советском Союзе, можно вообще об Александре Александровиче ничего не знать. Но любой человек, который хочет познакомиться с мыслью, которая осуществлялась на шестой части суши, в советский период не сможет пройти мимо этого имени. А уж тем более человек, который интересуется западной философией, западной социологией, особенно логикой, прекрасно знает, кто такой Александр Зиновьев. И поэтому мы сочли интересным пару слов о нем сказать. Он автор почти 40 книг. Почти все эти книги есть у нас в библиотеке Белинского. Не все эти книги в свое время можно было добыть в России. Они распространялись самоздатом. Он не был диссидентом, но в то же самое время он был выслан из страны за свои убеждения, за свои произведения. Его попытались принять на Западе как антисоветчика, которым он не стал, к сожалению, для некоторой части западной публики. Он вернулся в Советскую Россию на изломе, собственно. Он попытался, точнее, вернуться на изломе ее истории, критиковал Горбачева, написал книгу «Катастройка и Горбачевизм». И вообще, если знакомиться с биографией этого человека, которую нет смысла сейчас пересказывать в подробностях, можно увидеть, что это самый отъявленный скандалист во все эпохи, в которой он жил. Не было ни одного строя, не было ни одного правителя, который бы не подвергался критике, сатире, насмешкам со стороны Александра Зиновьева. Начиная со Сталина, из-за которого, собственно, начались его первые неурядицы в жизни и очень тяжелый период. И заканчивая Горбачевым и даже Борисом Николаевичем Ельцином и Владимиром Владимировичем Путиным. На Ютьюбе до сих пор остались теледебаты с Ельциным и Александром Зиновьевым, который устраивал французский канал. Они не очень большие, там где-то один час с небольшим. Рекомендую посмотреть, потому что именно после этих теледебатов 1990 года Борис Николаевич Ельцин никогда больше не участвовал в телевизионных дебатах со своими оппонентами. Видимо, Александр Зиновьев и так там его достал, что этот политик и первый президент Российской Федерации сделал для себя вывод, что не стоит. Человек, ну вот буквально несколько штрихов, несколько раз арестовывался, был обвинен в подготовке террористического акта. Он хотел убить Сталина, но не имел никакой физической и организационной возможности для этого сделать, поэтому его просто сочли за психа. Он вынужден был бомжевать и скрываться более года от органов безопасности, будучи изгнанным и уволенным отовсюду, где учился и работал. Он поступил на службу в Красную Армию, представившись чуть измененной фамилией, сказав, что потерял паспорт. Его приняли на службу сначала в кавалерийскую дивизию, потом в танковую дивизию, потом он оказался летчиком. Достаточно долго просто сидел на аэродроме во втором резерве, но в конце войны таки принял участие в боевых вылетах и совершал их десятками. Войну закончил в Австрии и уволился из армии только в 1946 году, прослужив почти 7 лет. Восстановился в МГУ до этого, до войны. Этот университет назывался МИФЛИ, Московский институт философии и истории литературы. Стал делать научную карьеру, получил учетную степень. Он был автором целого ряда направлений, был лучшим логиком Советского Союза, к которому приезжали иностранные специалисты. Его не выпускали на конференции за границу, поскольку считали его, мягко говоря, неадекватным. Он имел дружбу с такими известными людьми, как Кантор, Мамардашвили, Асмус. Огромное количество достаточно значимых фигур в нашей науке. И вместе с тем он почти не имел друзей, потому что прекрасно понимал цену дружбы в советской науке, где легко можно быть преданным, проданным, где писались доносы, где никто друг за друга не стоял, где редко отстаивали интересы и позиции, собственно, друзей. Ну и так и случилось, что после публикации двух своих произведений, а именно «Зияющие высоты», за границей причем, и «Светлое будущее», его просто выслали в 1978 году из Советского Союза, посчитав, что арест данного человека скажется более отрицательно на РНМ советского государства, чем обычная высылка. За границей он преподавал, читал лекции, путешествовал по всему миру, но никогда не был богат, он не ископил большого имущества. И когда в 1999 году вернулся в Россию, только благодаря ректору Московского государственного университета Садовничевым, он снова поступил на профессорскую должность в МГУ, получил квартиру в том же доме, где Садовничий живет. И, насколько я понимаю, сейчас там же продолжает жить его семья. И провел последние годы интенсивно, ища для себя благодарную аудиторию, которая постепенно таяла сначала до Путинской, потом после Путинской России, когда уже, мягко говоря, нашему обществу стали неинтересны идеи индивидуализма, идеи фактического анархизма, идеи торжества гуманистического коллективизма, который отставил Дозиновьев, в 2006 году он скончался. Кому интересна его подробная биография, тут может с ней познакомиться в самых различных источниках. Конечно, проще читать, но можно смотреть и на таких каналах, как YouTube, в том числе и на канале библиотеки Блинского. Сегодня я хотел бы посвятить внимание просто для характеристики личности этого человека его автобиографии, которая называется «Исповедь очепенца». Написана она была в 1988 году по просьбе его западных издателей, поскольку хотелось уже, прежде всего, западному читателю познакомиться с историей жизни человека, чьи книги за рубежом издавались огромными тиражами. На 2006 год общий тираж его произведений достигал более трех миллионов экземпляров. Что не говоря о том, что Дозиновьев, как я уже сказал, был художником-карикатуристом. Итак, просто штрих к портрету, почему этот человек не смог бы ужиться ни при одном формальном режиме. Глава «Настоящий коммунист» из «Исповеди очепенца». Просто послушайте. В 1937 году я вступил в комсомол. Ничего особенного в этом не было. Большинство учеников нашего класса уже были комсомольцами. Но для меня в этом заключался особый смысл. Я хотел стать настоящим коммунистом. Настоящими или идейными коммунистами для меня были те, о ком я читал в книгах советских писателей. Например, Глеб Чумалов в «Цементе Гладкова», Павел Корчагин в «Как закалялась сталь Островского» и каких я видел в советских фильмах. Это люди, лишенные карьеристических устремлений, честные, скромные, самоотверженные, делающие все на благо народа, борющиеся со всякими проявлениями зла, короче говоря, воплощающие в себе все наилучшие человеческие качества. Должен сказать, что этот идеал не был всего лишь вымыслом. Такого рода коммунистов-идеалистов было сравнительно много в реальности. Сравнительно. Их было ничтожное меньшинство в сравнении с числом коммунистов-реалистов. Какая-то терминология. Идеалисты-реалисты. Благодаря именно таким людям, коммунистам-идеалистам, новый строй устоял и выжил в труднейших исторических условиях. Таким был, например, мой дядя Михаил Маев. Во время Гражданской войны он был комиссаром дивизии и участвовал в стурме Перекопа. После войны был на партийной работе. До последнего дня жизни носил поношенную шинель, отказывался от всяких привилегий, жил с семьей всегда в одной комнате в коммунальных квартирах. Когда он умер, уже находясь на пенсии, живя в Москве, на его похороны со всех концов страны съехались десятки людей, отдать ему дань высочайшего уважения. Таким был, например, Мирон Сорокин, отец моей жены Ольги, тоже человек, о котором можно было бы написать книгу как об идеальном коммунисте. Он участвовал в Гражданской войне, окончил РАПФАК, рабочий факультет, нечто вроде средней школы для рабочих, не сумевших получить нормальное образование. Видимо, эти примечания были сделаны как раз для западной публики. Потом он окончил промышленную академию, добровольно поехал на стройку в Сибирь, был главным инженером предприятия в Норильске, жил всегда с семьей в маленькой комнатушке, отказываясь от отдельной квартиры. Работал на освоении Целины, был исключен из партии за то, что не превратился в обычного прохвоста, несколько лет был без работы с большой семьей, получил отдельную квартиру в 31 квадратный метр на 7 человек, когда ему было 65 лет. Вот если прям отступить от текста, я представляю, какова была жена вот этого человека, которая все это терпела. Такими были, например, мой старший брат Михаил, о котором я уже писал, и мои братья Николай и Василий. Мне приходилось встречать такого рода настоящих коммунистов в прошлые годы, много раз в самых различных ситуациях. Несмотря на мое критическое отношение к реальности, а скорее всего именно благодаря ему, я хотел стать именно таким настоящим коммунистом. Коммунистическое общество, каким оно представлялось утопистом и тем более марксистом, вполне отвечало моим представлениям об идеальном обществе и моим желаниям. Вступая в комсомол, я думал посвятить свою жизнь борьбе за такое идеальное коммунистическое общество, в котором будет торжествовать справедливость, будет иметь место социально-экономическое равенство людей, и все основные потребности людей в еде, одежде, жилье будут удовлетворены. Вот просто, чтобы отступить от текста, я скажу, что для Зиновьева этот момент всегда был важен, потому что он жил в страшной нищете в те годы, которые сейчас описывает. Естественно, немного не понимал, как, проживая в коммунистическом обществе, это же общество, этот строй допускает, что студенты, то есть его будущее, влачат нищенское и жалкое существование на стипендию, которая не позволяет выживать. К вопросу о современности. Мои представления о будущем обществе всеобщего изобилия были весьма скромными. Иметь свою постель с чистыми простынями, чистое белье, приличную одежду и нормальное питание. И чтобы люди жили дружно, помогали друг другу, справедливо оценивали поведение друг друга. Короче говоря, чтобы жили так, как нужно, в идеальном коллективе. Идеи коммунистического общества, как общества идеального коллективизма, захватили тогда мое воображение и мои чувства. Они соответствовали принципу открытости, мыслей и жизни, которую я наследовал от матери. Коллектив стал для меня играть роль фактического воплощения некоего высшего существа, Бога, который видит твои мысли и поступки и оценивает их с абсолютной справедливостью. На самом деле, я думаю, что если бы Зиновьев был христианином, то, скорее всего, он был бы каким-нибудь свонаролой в христианском сообществе. Его точно так же подвергали бы тычкам и гонениям за идеализацию общества, которое в священном писании прописано одним порядком, а реализуется, к сожалению, в жизни совершенно другим. В 1935 году вышла книга «Макаренко. Педагогическая поэма», сыгравшая в воспитании молодежи моего поколения, колоссальную роль, вполне сопоставимую с ролью книги Островского «Как загорелась сталь». Я книгу «Макаренко» прочитал не менее пяти раз. Мы обсуждали ее в школе и в компаниях вне школы. Я под влиянием этой книги стал развивать свои идеи и отношения индивиду и коллектива, обсуждая их с моими знакомыми. Я тогда увлекался так же Маяковским. Мне особенно импонировала его мысль насчет того, что ему, кроме свежей вымытой сорочки, откровенно говоря, ничего не надо. Моим идеалом становилось такое общество. Все принадлежит всем. Отдельный человек имеет самый необходимый минимум. Человек все силы и способности отдает обществу, получает взамен признание, уважение и прожиточный минимум, равный таковому прочих членов общества. Люди могут различаться по способностям и творческой производительности. В обществе может иметь место иерархия оценок, уважения, но никаких различий в материальном вознаграждении, никаких привилегий. И я не думаю, что я был оригинальным с такими идеалами. Об этом мечтали многие. Моя особенность заключалась в том, что наблюдая советскую реальность, я увидел, как коммунист-идеалист терпел поражение в борьбе с коммунистом-реалистом. И пришел к выводу, что именно коммунистический социальный строй исключает возможность создания идеального коммунизма. Что именно изобилие и рост благополучия людей в условиях коммунизма ведут к крушению идеалов коммунизма. Что попытки притворения в жизни этих идеалов ведут к самым мрачным последствиям. Эмоционально, интуитивно я это почувствовал очень скоро. Рационально же понял это много лет спустя, уже после войны. Одновременно с увлечением идеями идеального коммунизма у меня происходило обострение критического отношения к советской реальности, назревал конфликт между идеалами и их реализацией. Согласитесь, что с таким подходом Зиновьев не смог бы ужиться ни при одном формальном строе, поскольку его идеальное понимание социума и устройства общества слишком отличаются от той реальности, которую мы, к сожалению, видим на улице. Показательно, что актуализировать наследие Зиновьева стали в совсем недавнее время, очевидно, опираясь в том числе на этот тезис, что необходимо уменьшить рост социального благополучия и экономического благоденствия. Почему-то этот тезис понравился людям, которые пробуют восстановить наследие Зиновьева. А другой тезис об оценке, об уважении, о творческих способностях, о том, что каждый должен трудиться, он пока что, и о справедливости, самое главное, он пока что не находит такого отражения в нашей реальной жизни. Так что обращаю ваше внимание на этого уникального автора, на, безусловно, талантливое художественное произведение. Конкретно это «Исповедь отщепенца» Александра Синовьева. Всего доброго, до новых встреч!